Кире 31 июля исполняется 8 лет. В этом году родители планируют отправить дочку в школу, в первый класс. Кира – ребенок с особенностями развития. Ходила в коррекционную группу детского сада. С ней в дошкольном учреждении занимались по специальной программе дефектологи, логопеды «Прогресс заметен». Она не то чтобы боялась, она обособленно так вот держалась, а так со временем все равно как-то больше к людям, к обществу. И, в общем-то, меняется, меняется ребенок. Все равно видно, что динамика положительная есть. Кира улыбчиво и приветливо охотно делится игрушками, отвечает на вопросы. Главное, считают родители, не прерывать процесс обучения. После прохождения психолога-медико-педагогической комиссии родители получили рекомендации обучения в коррекционной школе. Выдали соответствующую программу и номера школ в Иванове и Кохме, где работают именно с такими детьми. Четыре было в списке. Собственно, в тот же день, это было 6 мая, по всем школам прозвонил, мне сообщили, что мест нет. Мест нет, но совет дали. Обращайтесь в департамент образования. Обратился, ходил. Мне сообщили, что да, действительно, дети есть, мест может не быть. В департаменте также дали совет начать с дистанционного обучения. В нашем-то случае нужно социализировать ребенка, как ты направишь, чтобы потом человеку жить, существовать в этом обществе. После обращения на БАРС отец девочки обратился к уполномоченному по правам человека. Служба уполномоченного сразу же отправила запрос. Буквально в тот же день раздался звонок из одной из школ, в которой семье раньше отказали. Предложили написать заявление, но сразу предупредили, ребенок будет обучаться в классе с детьми, имеющими различные диагнозы. Чудесный, замечательный ребенок. Родители большие молодцы, потому что борются за права. Очень красивые девочки, очень добрые девочки. Девочки, которые хочут, конечно же, быть в этом мире востребованной. И это здорово. Родители водят дочку еще и в логопедический центр развития. Действительно, сложа руки не сидят. Но так ли справедливо бороться за права ребенка, тогда как дети имеют право на обучение? Государственные органы должны оперативно решать вопросы и не доводить ситуацию до абсурда. И помнить про законы. Очень важно, во-первых, помнить, что у нас есть Конституция, наш основной закон, где статья 43-я гласит, что каждый у нас имеет право на образование. Есть и федеральный закон об образовании, где дети с особенностями развития имеют равные права с другими детишками. Родителям хотел пожелать тем, те, которые столкнулись с похожей проблемой, чтобы руки не опускали, не сдавались. Действовали, конечно, и надеялись на лучшее. Кстати, омбудсмен посоветовала семье наладить отношения с общественными организациями, которые объединяют родителей с аналогичными проблемами. А их, как известно, проще решать сообща. Ирина Афонина, Денис Желесов, телекомпания «Варс».